Тем не менее, где они боятся? В Тунисе и в Ливане. Вот там бессмертный полк прошел. Давайте посмотрим. Бессмертный полк в Пекине И еще у нас есть одно видео. Вот это, конечно, наилучшее. Это самое сильное. В Тюмени бессмертный полк устроил патриотическое купание. Посмотрите, это сильное видео. Мы проплыли в ближайшем водоеме с ледниковой водой, с лагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны. Бессмертный полк России! Ура! Ну, приблизительно вот так. И это, я так думаю, по велению сердца. Ну, в тех странах, которые мы с вами показывали, Тунис, Ливан и Пекин, там, конечно, это организовывало российское посольство. Это понятно. Но патриотическое купание явно организовывал не Путин. Потому что я видела другие флешмобы. Сейчас есть флешмоб в Телеграме. Люди собирают мнения выживших ветеранов, те, кто дожил, те, кто застал войну ребенком, по поводу нынешнего Попедобесия и нынешней войны. Но они в выражениях не стесняются. Вот на самом деле, вот сейчас уже перед дедами и прадедами очень стыдно. Очень стыдно перед теми людьми, которые отдали жизнь за то, чтобы было мирное небо над головой. А сейчас... Мне, кстати, очень интересно вот эти люди, которые ходят с этими советскими песнями, которые так или иначе... Но все равно, да, они от них все равно щемят сердце. И так или иначе очень обидно, что Путин все это обгадил. И ряженые ходят под песнями, которые пели еще реальные ветераны, под которые они собирались в парках. Однополчане встречались на 9 мая. Это, конечно, очень больно это видеть. Для меня это почти святотатство, как, наверное, для многих россиян. Выглядит, конечно, ужасно. Но вот меня интересуют вот эти люди, которые там плавают, бегают, ходят. Вот они интересны, они песню «Киев бомбили», нам доложили, что началась война. Они там поют или как-то слушают? Потому что уж очень символично. Не думаю, не думаю. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok